Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу проинформировать вас о том, что только что я закончил телефонный разговор с президентом ФИФА господином Блаттером. Сообщил ему, что сегодня в Цюрих вылетит российская делегация, которая представит заявку России на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Эту делегацию возглавит первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Шувалов Игорь Иванович. Хочу в этой связи отметить следующее, что в последнее время мы, с сожалению, наблюдаем явную кампанию, которая была развернута против членов исполкома ФИФА. Их обливают грязью, компрометируют. Я расцениваю это как недобросовестную конкуренцию при подготовке голосования по выбору страны кандидата на проведение Чемпионата мира. Хотел бы в этой связи сказать о том, что ФИФА – это не просто организация по организации футбольных матчей. Это крупная международная структура, которая выполняет очень важную социальную функцию в мире. Не просто организует спортивные соревнования, а занимается важной социальной работой. Не секрет, что это, наверное, один из самых популярных видов спорта в мире. Отвлекает молодёжь от улицы, от наркотиков, от алкоголя. И такие методы борьбы считаю абсолютно недопустимыми. Разумеется, мне очень хочется поехать самому и представить эту заявку лично. Однако в этих условиях считаю, что мне лучше воздержаться от этой поездки именно из уважения к членам ФИФА, из уважения к членам исполкома ФИФА, с тем, чтобы дать им возможность спокойно, без всякого давления извне, принять объективные решения. Я, кстати говоря, призываю к этому и своих иностранных коллег. В России и вообще в Восточной Европе чемпионат мира по футболу ни разу не проводился. У России есть и желания, и возможности, в том числе и финансовые возможности организовать эти крупнейшие соревнования. И если нам такая честь будет оказана, мы сделаем это самым достойным образом. Если выбор будет сделан в пользу нашей страны, то я, безусловно, незамедлительно встречусь и с президентом Блаттером, и с членами исполкома ФИФА, и мы вместе обсудим планы по организации Чемпионата мира в России в 2018 году. 11-13 года, пожалуйста. Владимир Владимирович. Ответственность обязательства сооружению инфраструктуры между заказчиком и заказчиком. Заказчик, то есть инвестор, строит объекты инфраструктуры в границах своего земли, что тоже решает проблему подключения, поскольку поставщики, поскольку часто диктовали свои условия на неопределённый срок. Установлена ответственность сторон за несоблюдение срока. Очень важная позиция, предусмотрен механизм расчётов между заказчиком и поставщиком, если сегодня все ресурсоснабжающие организации имели возможность, поскольку они в равных условиях требуют.